Всем привет! Сегодня будем пересаживать с вами вторую орхидейку, которую я выбрала для пересадки, азиатскую. Кто смотрел мои предыдущие видео, мой обзорчик, распаковка. Всех я их там показывала. Вот такая вот красоточка, суперская просто. Вот, и значит, сегодня мы с вами ее распотрошим. Такое слово прям распотрошим. Вот, я ее, конечно, помочила уже. Чуть вода льется еще у меня тут. Так. Вижу, конечно, что корни тут у нас немножечко пострадали от засухи. Очень сильно даже некоторые. Но будем надеяться, что внутри все хорошо у нее. Так, видно вам или нет сейчас. Чуть-чуть подниму. Мох, кстати, этот я никогда вторично не использую. Никогда. Я его выбрасываю. Тут у меня, помню, спрашивала об этом. Если я использовала когда-то мох с фагмом, то только хороший, свежий. Ну, раньше я сама собирала в лесу или мне собирали, я просила даже. Мои родственники, когда ходили за грибами, привозили мне его живьем на старом канале, который у меня пропал. У меня было даже видео, как я этот полк заготавливала, как я его сушила, резала мелко. Вообще, целый был процесс. Раньше, когда я сажала в кору, мох этот, да, я использовала сверху. Ложила так, обкладывала. Вот. То есть, как бы, хороший такого качества мох я использовала. А вот это, конечно, вот так. Ерунда. Как знаете, это все, что ваткой обложить. Он уже не имеет никаких свойств, мне кажется. Вот. Да, корешочки, конечно, а говно. Прошу прощения за мой французский. Корешочки, да. Не очень. Ну, то есть, вот она уже новая начала растить уже. Она уже не может ждать больше, когда же ее пристроят. У меня тут непредвиденные обстоятельства. Кто-то что-то пилит у нас там из соседей. Так что на посторонние звуки прошу не обращать внимания. Вот. Пойду. Тогда я ее, наверное, сполосну для начала, чтобы понять точно, что с корнями может быть не так. Ну, в общем, конечно, я отстригла парочку тут корней. Вот. И хочу вам сказать, что я бы еще, конечно, отстригла вот эти листья. Я буду снимать, потому что здесь уже растут корни. Соответственно, соответственно, они будут нам мешать эти листики. Посадить ее как хочется. Ну, они пробиты, короче говоря. Пробиты уже эти листья. Корешками. Корешки уже начали расти новые, потому что старые, походу, уже скоро кердыкнутся. Да, потому что Азия от нас далеко называется. И плюс они еще там, наверное, простояли. Черт знает сколько времени пока разрешили, открыли все это, границы самолеты, пароходы и все остальное. Вот. В общем, что я хочу сказать. Что я хочу сказать. Что все эти корни плохие, на мой взгляд. Конечно, хочется вот так все до сюда убрать. Оставить только вот эти новые, которые... сейчас стою и думаю пока что. Ну, вот это все, это все однозначно я отстегаю, потому что эта попочка, она будет только мешаться. хотя бы вот так. Хотя бы. Но это тоже все временно, потому что, как вы видите, вот как корни растут, да? Вот эта кочерыжечка еще потом тоже уйдет. Ну, не сейчас, конечно. Сейчас я ее пока оставлю. В общем, самые такие поганые корни я убрала. Кому-то, может быть, они понравились. Кто-то скажет, что они хорошие. Но... Ой! Что-то все задевают. Ну, мне кажется, что здесь ничего хорошего нет. Ну, один он муж живой есть. Можете критиковать меня сколько хотите, но просто опыт показывает, что когда следующая пересадка, я достаю, и вот это все сухое. Оно все либо гнилое, либо сухое. Вот. А жильцы это только вот эти свежие корешки. Ну, это здесь все мох. В принципе, не снимается он. Я так особенно не шкрябаю, но как могла поснимала. Очень он впивается. То есть, корень в мох впивается. Так, горшочек я выбрала. 14-й, по-моему, сейчас скажу. Да, 14-й для нее. Вот, хорошо она сюда зашла. Даже с этим корнем. И сейчас мы будем ее засыпать керамзитом. Керамзит сухой у меня, мелкий. Так. корень надо как-то направить он он уже как бы закуплился кончик у него уже отломан поэтому страшного он упирается в горшок я его направила вниз по нужному мне руслу положу сюда ему пеностекло ему ей ей положу это меня часто спрашивают почему пеностекло не положили что случилось то просто вот не положила и все потом пойду и положу потому что бывает под рукой нету а так я в основном все время кладу я уже объясняла не раз что пеностекло немножечко держит влагу какое-то время и за счет этого на него попрыскаешь и немножечко влажно орхидей кикаго что керамзита в принципе все сразу стекает такс ну что сейчас как бы я гляну че у нас тут че у нас тут ничего у нас тут не видно вот тут вот только чуть-чуть поэтому это нужно иметь в виду и аккуратно аккуратно поливать прыскать поверху смотреть как там стекает ой я уже я просто каждый раз это говорю не ну есть конечно люди которые не смотрели ни одного видео вот случайно включили нарвались и у них сразу вопрос а когда и как поливать и вот я значит рассказываю еще раз что прыску аккуратно так как орхидей к не прижилась грунте прыску поверху все что стечет немножко пропитает немножко керамзит на какое-то время вот достанет до корней если это возможно то собственно говоря этого и хватит до полного как говорится роста корней как корни начинают расти уже тогда уже в принципе можно добавлять воду но это закрытая система понимаете у меня орхидейки все только в закрытой системе я в данном случае рассказываю про закрытую систему потому что если у вас отверстие в горшке и вы сажаете в керамзит то у вас орхидейка сохнет еще быстрее то есть это быстрая просушка корней потому что воздух попадает ну и плюс вода вытекает сразу она там не задерживается лишняя если здесь задерживается и какое-то время там корни находятся близко у влаги то у вас нет если только поставить еще какой-то кашпо дополнительное либо блюдечко ну тоже там не особенно то как говорится из этих дырочек они влагу эту почувствуют вот поэтому чаще и чаще придется вам прыскать если у вас керамзите сидит в обычном горшке с отверстиями вот что я хотела сказать ну собственно вот и все посадили мы с вами орхидеечку еще одну будем наблюдать молиться как говорится чтоб она не загнулась чтоб все было хорошо у нее все всем спасибо за внимание всем пока всем пока